Как вы думаете, что вас всех объединяет сегодня? В первую очередь, да, это цель нас всех объединяет. Потому что у каждого в Powerlifting цель одна, если не говорить о том, что именно конкретно в каких-то килограммах и тому подобных, то есть цель – это результат, соответственно, совершенствование результата. И, как правило, неважно, как это будет у некоторых, понятно, что спорт – это в любом случае травмы, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени. Я не знаю ни одного спортсмена, именно профессионала, который бы закончил свою карьеру без травм. Поэтому в какой-то степени спорт – это какие-то жертвы, как ни крути. То есть начиная с здоровьем, заканчивая, например, тем же временем. То есть ты мог бы с друзьями пивасика попить, а ты пошел в зал тренироваться. Да, соглашусь, Юрий, это и жертвы. Чем больше приходится жертва, тем сложнее сохранить мотивацию. Да. Слышу, что пивасикам приходится жертва. Да, пивасикам приходится жертва. Чем больше травм, тем тоже сложнее. Вот. И, в принципе, для этого мы с вами собрались, чтобы узнать, как же поддержать и мотивацию, и сделать так, чтобы было меньше травм, и многое-многое другое. И все это входит в большую формулу, формулу успеха, но о ней мы поговорим чуть побольше. Секретный секрет, секретный успех. И сегодня вы получите ответы на множество вопросов из этой школы, из этой формулы. И также вы узнаете, почему мы, то есть не вы, а мы, именно расскажем о себе, почему мы выбрали именно пауэрлифтинг, почему можно стать самым себе тренером, и как это сделать. И секретный секрет, успешного успеха. Ярослав из Благовещенска, 19 лет, тянет при весе 95, 310 на 3. Как хочет в ближайшее время, года уже потянуть 400. Как это правильно сделать, тянет, спрашивает. Причем, как с фармподдержки, так и без нее. Ну, это важно, чтобы у человека нет спада. Видишь? Здорово. Да это не важно, то есть, ну, с фармподдержки, без фармподдержки. Главное, что… У меня нет такого мышления. А, 300 на 3. А, химик, блядь, погибай. Вот. Так получилось, что я один из сильнейших спортсменов, да, попал в лейтинговую мере. То есть, и у меня вот этим просто тяне ограничено. То есть, я знаю, как работает генетика, сколько можно выжимать из генетики. Вот. Поэтому для меня фарма – это вообще неопределяюще. Было время, когда я, получается, выступал на тураху, да, то есть, давая допинг-контроль, выступал с ВПЦ-шниками, чемпионами мира, при том, что они на категории были выше, и тем не менее, они не проигрывали. Так что, фарма – не фарма – это все фигня. А пока хочется рассказать о том, почему же мы выбрали пауэрлифтинг и вообще немного углубиться в детство, собственное детство, конечно же. Так как о вашем детстве я не знаю ничего. Вот. На фотках, конечно же, сначала хочется сказать, кто на фотках. Везде с какой-то девочкой, очень похожей на меня. Вот. Это моя сестра-двойняшка. Юля. Та еще балда. Вот. Тем не менее, она закончила школу и два высших образования с красным дипломом. Вот. В этом плане молодец. В остальном балда. Ха-ха-ха. И, конечно же, хотелось бы рассказать, да, то есть, о том, что как я пришел. Вообще, то есть, спортом занимаюсь с раннего детства. Вот. Ну, как занимаюсь? Был фанатом спорта. То есть, начиная с детского сада. То есть, со 7 лет я уже 7 лет выступал в соревнованиях по легкой атлетике. Это были прыжки и бег 60 метров. Вот. То есть, первые соревнования были. Это, наверное, были вообще мои самые первые соревнования, вне зависимости от вида спорта. Вот. Всегда было тяга, что-нибудь подтаскать, подвигать, поподнимать. Вот. Так как жил в деревне, все время кто-нибудь застрянет, заглохнет, надо кого-нибудь подтолкнуть. И не важно, что тебе 4 года. Но ты идешь, толкаешь, помогаешь. Там кому-то что-то передвигаешь, переносишь и тому подобное. Вот. Где-то там машину задомкратить, еще что-то. Были случаи, когда была машина на домкрате стояла. То есть, приподнята. Я выкрутил домкрат до упора, а домкрат стоял на полене. Вот. То есть, довольно-таки высоко машина была задрана. То есть, была замена коробки делалась. И я выкрутив до конца, чуть подергав, подергав, она уже там, видимо, еле балансировала, перевернул машину на бут. Вот. То есть, такая даже была история. Людей не получил. Так как отец больше был в удивлении, что за хердя вообще произошла. Вот. И с тех пор у меня заставлял все время таскать ведра с водой. То есть, причем ведра у нас были тогда жестяные. То есть, не пластмассовые. И, ну, не полные, где-то наполовину наполненные. То есть, килограмм где-то по сколько-нибудь с ведро висит. Наверное, на двушечку, да, или на полторашечку жестяное. Ну, короче, килограмм там по 6 в каждой руке. Я таскал там метров по 300. Вот. От колодца до дома. Вот. Так как у меня водопровода не было в частном доме в тот момент. Вот. В принципе, жил я в обычной семье. После смерти отца в 5 лет так она вообще стала еще более обычной. Вот. Потому что мама у нас всех пыталась вытащить на себе. Она строит детей. То есть, у меня две сестры еще родных. Ну, короче, было тяжело, скажем так, мягко говоря. Вот. И... Но вот увлечения в спорт у меня, кстати, никогда не пропадало. Вот. Не говоря о том, что про легкую атлетику. То есть, дальше занимался я командным видом спорта. И футбол играл. И баскетбол. Волейболом я прям занимался очень плотно. Вот. То есть, выступал за город. За родной. То есть, на четвертах области. И, то есть, какой я сделал вывод. И параллельно занимаюсь пауэрлифтингом. То есть, почему все-таки я остался в пауэрлифтинге, а не где-то там в волейболе, да, например. Вот. Потому что я заметил, что командные виды спорта, это, конечно, все хорошо. Вот. Но когда слабое звено тащит тебя вниз, как-то это не очень. Вот. И только лишь больше конфликтов возникает в команде и тому подобное. Поэтому пауэрлифтинг, вот он как раз таки здесь меня больше и, получается, приманил тем, что это именно личный вид спорта. То есть, командный, он только лишь, когда ты в сборной выступаешь, только тогда он командный вид спорта. Именно в сборной России, где вот реально, то есть, ты болеешь за свою команду. То есть, для тебя важно очень. Именно как выступают другие, даже не так, как выступаешь ты. Ты даже за других переживаешь больше, чем за самого себя. Вот. Но, тем не менее, то есть, команда никак не, практически никак не влияет на твое собственное выступление. Вот. И, то есть, тут как бы все в основном зависит от тебя. То есть, речь идет не о каком-нибудь экипировочном пауэрлифтинге, где тебе нужно мотать, одевать и тому подобное. Потому что, ну вот, намотки, те, кто выступает на мотке, со мной согласятся, что зависит многое. Вот. Поэтому, по окончанию школы, все мои, получается, начинания в волейболе, в баскетболе и там чуть-чуть в футболе, в принципе, баскетбол тоже чуть-чуть закончились. И я только лишь направил свой взор на пауэрлифтинг и занимал столько лишь гим. Вот и все. И, то есть, на протяжении уже десяти лет занимал столько лишь пауэрлифтинг. 2008 года. Что же не хватает новичкам? Да? Что не хватает новичкам? Юрий. Новичкам не хватает нормального тренера или, например, какого-нибудь опытного наставника. Вот. Это в первую очередь. Также не хватает подходящей программы. Кто-то пишет мозгов. Ребята, про телефонные писали пишите, что вы считаете, что не хватает новичкам. Тем более, здесь есть опытные атлеты. Вы уже по опытам можете сказать. Ну да, когда смотришь на тренировки новичков, да, в первую очередь, что приходит в голову, что вообще мозгов нет. Так и пишет. Да, поэтому то, что не хватает мозгов, да, я полностью согласен. А мы скажем, что и методики тоже не хватает. Возможно, да? Нет. Но они-то думают, что они нашли ту методику и все. Да я тренируюсь, там нашел методику в интернете. Все нормально. Вот пишет Алексей знаний. Ну, тогда скажу, что доступных действенных знаний. У нас вообще приходил человек один брать абонемент. там хотел. Не знаю, взял, так и не взял. Вот. К вопросу типа о новичках. А у вас есть тяговый гриф? Нет. Как нет? Он говорит, ну а зачем он нужен? И так у нас есть грифы, на которых мы объясняем, что есть нормальные грифы, на которых можно нормально тянуть. То есть никаких проблем нет. Вы не понимаете. Это разное. Тянуть на тяговом грифе и на обычном грифе это разное. Он говорит, ну понимаешь, что разное и разное. Но, блин, для тренировок типа ничего страшного нет. Вы, наверное, никогда не выступали по пауэрлифтингу. Вообще нет. Вот. Поэтому и вплоть до такого бывает у новичков. Ну, кому что-то мешает. Кому-то гриф мешает, на котором Юра там тянет. Ну и вот. Хотите узнать секрет такой у нас фиторический вопрос? Да. В чем же секрет? Что нам все необходимо, что нужно? Старые знания и шаблоны себя исчерпывают. Наступает эволюция пауэрлифтинга. Кстати, кто согласен, что старые знания и шаблоны исчерпывают себя? То, что некоторые какие-то моменты логики не подаются, что-то не сходится. Или то, что уже что-то поработало, что-то хочется нового узнать, попробовать, чтобы идти дальше. То есть, в плане прогресса. Вот. То есть, в прошлый раз мы разобрали цель и мотивацию. То есть, что мы именно там поверхностно быстренько пробегусь. То есть, это то, что мотивация требует цели. То есть, одно без другого не бывает. Цель должна быть измерима. То есть, например, если у вас цель показать объем бицепса 50 см. 50 см. То есть, точка измерения. То есть, можно измерить. Далее. Ограничено в рамках временных. Опять же. И далее. Цель должна быть достижима, но мечтать должны всегда больше. Это всегда мой девиз. То есть, нужно всегда... Мечты должны быть чуть более заоблачными. Вот. Про время ты уже сказал. Да. Почему не 5001, да? Смотри, вопрос такой Святослав задал. Почему 461, а не 501? 501, да. 501. Потому что мне нет цели потянуть 501. Я не знаю, почему так, но... Не знаю. Может, на начало потянуть 461? Чтобы замахиваться на 501. Так. Ну и для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, нужно что-то делать. Нужно решиться и двигаться. Поэтому вот мы слайд вам так выставили. Все будет не так, как мы решим, а все будет так, когда мы решим. Поэтому решайте здесь и сейчас. Ставьте цели. А не вот с понедельника начнем. Ставьте цели. Говорили мы про тренировки и труд, Юрий. В прошлый раз. То есть, нужно правильно дозировать свою нагрузку, что все должно быть циклировано, не должно быть никакого хаоса. То есть, не должно быть, например, у тебя сегодня проходка, завтра ты там приседаешь на 6, послезавтра ты там на 3 делаешь, потом у тебя... Спринтерский бег. Опять на 6, потом опять прикидка. То есть, все должно быть циклично. Также мы затронули вопрос генетики. Когда я понял, что генетика работает... Так, погоди-ка, стоп. Мы затронули вопрос генетики, правильно? Ты рассказывал про генетику, про антропромие, относящие к генетике. Мне почему-то оказалось, что это нужно рассказать сегодня. Нет, про это ты рассказывал в прошлый раз. То есть, рассказывал в прошлый раз. То есть, что генетика реально работает. То, что как раз таки, к тому вернемся, то что... Я как раз рассказывал, что были ситуации, когда я выступал, весил на 12 килограмм легче. Опять же, выступал на тураху. Кто верьте, кто не верьте. То есть, это ваше дело. И выигрывал, соответственно, те, кто чемпионов мира ВПЦ. Поэтому генетика – это очень решающий фактор. То есть, не нужно думать, что генетику можно сломать, что фарма все компенсирует. Кто так думает, тот новичок. Я бы сказал новичок, потому что тут спросили, что не хватает новичкам. Человек ответил, почему тут новичок. Да, и обращу внимание, то есть, мы сейчас рассматриваем формулу секретного успешного успеха. И генетика там есть, но она не единственная. И она в первых строках стоит. То есть, там у нас стоит третьи строчки. Ну, хочу поправить, что если ты хочешь стать, например, мастером спорта, ты этого можешь добиться. Чего показал я, человек, который весил 65 килограмм при росте 1,89. И все-таки мастером спорта – да, тяжелее чем, но я сделал. Генетика, может быть, не супер под пауэрлифтинг. Захотелось, нравится мне этим увлекаться. До сих пор там принимаю тяжести. И пожалуйста. Вот, поэтому не нужно сдаваться. Если у вас нет генетики, но очень нравится пауэрлифтинг, просто глубже изучайте формулу секретного успеха. Да, ВПЦ я не выступал. Это были соревнования ФПРовские. Это были вузы. Так, далее. Техника у нас. Это уже, соответственно, мы сегодня разберем. Точнее, уже начинаем разбирать. Об этом мы в прошлый раз не говорили. И поэтому мы рассказываем об этом сейчас. Тогда, кто в прошлый раз не был, вернее был, сейчас вы получите еще большее раскрывание нашей формулы. Внимательно слушаем. Так, вопрос сразу же к вам. Как подобрать технику по росту спортсмена? То есть у вас есть 20 секунд, чтобы ответить свои мысли по этому вопросу. Что вы думаете по этому поводу? Народ поактивнее, поактивнее, поактивнее. По длине конечностей. Денис пишет никак. Денис, ты этот, не подсказывай. Да, все верно. На самом деле, как подобрать по росту? Никак. Потому что рост это вообще никак не влияет на постановку техники. Вот. Если, например, взять человека, например, приседающего, например, там, взять человека, приседающего при росте, например, 150, приседающего, например, при росте 2 метра. Но у них, например, пропорции конечностей одинаковые. Вот. И максимум, как вы сможете понять, у кого рост метр 50, у кого 2 метра, только лишь по радиусу. Получается, дисков и все. Увеличить картинку. Вот и все. То есть, получается, будет картинка та же самая, например. Только у одного диск будет меньше, а у другого диск будет больше. То есть, на фоне него казаться. Вот вам вся разница. Так. Поэтому, соответственно, логичный вопрос. На что же нужно обращать внимание при подборе техники? То есть, приседе. Смотрим, да. То есть, присед, в принципе, немного забегу, как и жим. Вот. Это те упражнения, в которых, в принципе, работают стандартные фишки. Вот. Один из вариантов, это, как я уже говорил и писал в своих статьях. Вот. Кто раньше, может быть, следил за этим. Вот. Те, кто не следил, я сейчас это оглашу. Вот. То есть, это постановка ног. У нас должна быть, то есть, пятки под плечевыми суставами. Грубо говоря, находятся. А лучше именно под дельтами. Потому что, раз вы плечевые суставы не видите. А дельтовидные у вас, в принципе, то есть, вы, получается, их видите. То есть, под дельтами находятся пятки. То есть, не стопы, не носки, а пятки. Вот. Находятся под дельтами. И разворот стоп. То есть, не уже. Опять же, нюанс. То есть, плюс-минус под дельтами. И, получается, разворот стоп должен быть на 45 градусов. Или угол между стопами должен быть 90 градусов. 90-80. Соответственно, так как у нас одна плоскостная работа идет в коленном суставе и в глиностопном. Соответственно, бедры мы также разводим на столько же градусов, насколько и стопы. Вот. Далее, соответственно, мы, как я уже говорил про вредные советы. Тот, кто смотрел, если смотрели предыдущие наши мастер-классы, кто-то говорил, что у нас все одно и то же. Вот. А здесь мы об этом как раз таки не оговорим. То, что кто-то говорит, что нужно колени держать в рамках проекции стопы. Все это фигня. То есть, мы смотрим, чтобы амплитуда в тазоведренном суставе была чуть больше, чем в коленном суставе. То есть, это самый важный факт. И наклон корпуса не более 45 градусов. Должно быть. Это то, на что нужно обращать внимание. И то, что реально работает на всех. И каждому. И при условии, что уровень мобильности и дибкости он средний у человека. То есть, вообще не дерево-дерево. Вот. Если дерево, то тянись. Далее. Да. Переходим к жиму. Вот. Какие фишки в жиме. Ну, не говоря о том, что тут так же антропометрически, то есть, никаких указаний нет. Вот, опять же, соответственно, чем длиннее руки, тем шире хват будет, само собой. Соответственно, длиннее руки будет у тех, у кого антропометрия такая, в первую очередь, и во вторых. Точнее, в первую очередь, у кого рост выше, а во вторых, у кого антропометрия. То есть, такая, что у него длинный конечник. Вот. Тут, как раз таки, споры также идут по поводу, насколько нужно приводить плечо, то есть, ну, короче, локоть в корпус. Вот. То есть, угол между плечом и корпусом, как я советую, должен быть 30 градусов. Вот. Если какие-то есть проблемы с грудной мышцей, то можно его, получается, прижать до 45 градусов. Вот. Дабы убрать натяжку грудной мышцы. 30 градусов? Давай поясним. 30 градусов. Да. Лучше, чтобы вам не запутаться. 60 градусов. 60 градусов от плеча, получается, от плеча до корпуса. 60 градусов. 45. А 30 ты здесь имел ввиду? Да, 30. Вот, чтобы все было понятно. Как бы немного оговорился. 45, наверное, пишут. Вот. То есть, почему так? Потому что, чем ближе мы приводим локоть к корпусу, тем больше у нас задействуется передняя дельта, которая у нас слабовата по сравнению с грудной мышцей. Вот. И, соответственно, увеличится рычаг также. Потому что, получается, увеличится рычаг силы. Во-первых. То есть, плоскостная работа у нас в передней дельте – это разгибание. Вот. И поэтому у нас больше будет похоже к разгибанию, чем к приведению. И, так как, опять же, грудная мышца у нас сильнее, чем дельтовидная, вот, нам нужно, соответственно, смещать этот акцент на грудную мышцу, да, соответственно, развести на 30 градусов. То есть, почему мы не разводим максимально в стороны, вот, делаем, получается, перпендикулярно корпусу. Потому что у нас, как раз таки, например, плечевый сустав у нас работает разно по сплостям. Если мы в одной плоскости будем перегружать, то есть, увеличить амплитуду суставов только лишь в одной плоскости. То есть, во-первых, это приведет к травме – это раз. Во-вторых, грудь будет сильно перерастягиваться – два. То есть, очень травмоопасно получается и не очень эффективно. Вот, в тяге – это вот, как раз таки, то упражнение, довольно-таки каверзное, вот, и в котором у всех куча реально вопросов. И даже, когда я, например, проверяю домашки, да, например, вот, то есть, по приседу, если, например, да, например, по самому геморрою их распределить, то есть, где больше всего ошибок, это, в первую очередь, это тяга на втором месте – присед, на третьем месте – жим. То есть, в жиме 90%, то есть, все выполняют все чисто, то есть, там, по заключениям небольших нюансов. Вот. Что касается тяги, вот там начинается, да, сейчас кардобалет, потому что там все напрямую зависит от тропометрии, все подбирается индивидуально. Причем подбирается вот настолько, например, вчера также у меня тренировался спортсмен, вот, и он там все никак не мог поймать свои углы. Что-то, ну, бывают такие дни, когда, блин, как будто как первый раз пришел. И вот на два сантиметра там чуть, получается, плюс-минус там подвел, отвел таз назад, все. Это, получается, ну, тянуть, если, например, в килограммах, то на десять килограмм, то есть, получается, он потянул 160 легко, вот, то есть, изменением техники. Например, как пытался потянуть тяжело. То есть, где-то там у него запас был на килограмм десять, то есть, он потянул бы легче, то есть, больше. Вот. А всего лишь там на два сантиметра смесился таз вперед-назад. То есть, чуть больше таз отвелся, ему легче потянулось. Таз сильнее подвелся, наоборот, как раз-таки. Но он стал тяжелее. И сразу спину стал загибать. Вот. Это говорит о том, что нужно все типы антропометрия нужно учитывать. То есть, когда у тебя длинный корпус и короткие ноги, никогда у тебя не будет широкой постановки ног прям реально под края дисков. Не важно там, какого ты роста. Там два метра, полтора метра. Вот. Если только не три метра ты под края сможешь поставить при коротких конечностях. То есть, что в такой ситуации будет? То есть, когда мы сильно разведем колени в стороны, наш длинный корпус, вот, так как мы, чем больше мы разводим, получается, колено в сторону, тем, получается, бедро в профиле, оно у нас становится короче. Если в профиле смотреть, да. Соответственно, у нас корпус длинный. Вот. Вот. Это расстояние у нас короткое, да, получается, от азобедрного сустава до коленного. И корпус длинный, он начинает перезаваливаться. То есть, перезаваливается за проекцию грифа. То есть, при широкой постановке ног и сильном отведении колен в сторону. И получается, что мы тянем от себя. Вот. А не вдоль ног. Когда мы начинаем тянуть, штанга сразу катается вперед, и спина оправляется. Вот. Поэтому, чтобы это компенсировать, само собой, это максимальное отведение, нужно ставить ноги уже. Тут поподробнее. Нужно ставить ноги уже. То есть, получается, в профиле бедро будет длиннее смотреться. И, соответственно, этот завал корпуса компенсируется. То есть, длина корпуса компенсируется. Вот. И плечо будет четко над грифом. Либо тянуть вообще в классике. Как вариант. Вот. То есть, если мы просто попытаемся это как-то скомпенсировать длину корпуса и просто ниже подсесть, то у нас получится присис со штангой в руках. То есть, у нас тазобедрный сустав опустится ниже коленного и получится полная фигня. То есть, тяга будет нерезультативной. Поэтому очень важно учитывать. То есть, получается, чем короче конечности, тем уже ставим ноги. Чем длиннее, тем шире. То есть, вот это философия. И нужно как раз таки искать эту золотую середину. Вот эти все нюансы должны быть соблюдены. То есть, плечом над грифом строго. То есть, ни впереди, ни позади. Вот. То есть, тазобедрный сустав должен в стартовом положении быть выше коленного. То есть, даже на уровне это уже не очень хорошо. А если ниже, то это вообще беда. Вот. Понятно по поводу тяги. Просто тут надо бы в идеале, конечно, все с иллюстрациями все это делать. Вот. Вот. Если присед сильный, то сделать тягу за счет ног? Нет. Нифига. То есть, почему, когда люди приседают... Бывают такие ситуации, когда люди приседают больше, чем тянут. Вот. Такие ситуации бывают. Тогда почему они за счет ног не поднимают тяги? Тут, получается, часто вопрос антропометрический. Вот. И мышцы, которые как работают в приседе, как работают в тяге, то есть вроде ноги-ноги, но все равно работают по-разному. То есть, получается, в приседе у нас все равно работают квадрицепсы. Да, активно. Квадрицепсы. Ну, само собой, получается, и рядичная заднепровенность бедра тоже активно работают и не меньше, чем квадрицепс. Вот. А квадрицепс, как раз таки, в тяге, например, в том же сумму, он работает не очень таки сильно. Вот. Потому что у нас, если, например, брать сумму, то у нас голень, получается, должна быть перпендикулярна. Вот. Вот. И крутящий момент в кленном суставе, то есть, по отношению ее к штанге, он будет равен почти нулю. А где-то нулю вообще. Вот. И поэтому квадрицепс, точнее, он работает, но работает как бы немного специфично. Вот. То есть, только лишь в связке с цепью задней поверхности бедра и вообще задней цепи. Вот. Поэтому не всегда, то есть, поэтому получится, что с сильными ногами, соответственно, за счет ног там что-то вытянуть. Опять же, та же физика всегда работает. Если ты глубоко подсядешь, то ничего не вытянешь со штангой в руках. Именно. Когда на плечах это одно, а в руках это совсем разно. Если можете подвести максимально подвести таз к грифу, чтобы вставить ровно спину, получится снять штангу ногами? Получится, да. Но не будет дотяга в такой ситуации. И пусть спина ровная и тому подобное, но у тебя получается из-за того, что таз подвел вплотную и развернул стопы, у тебя на фазе дотяга будет теперь сокращена ягодичная мышца и тебе будет нечем дотягивать. То есть, ее получается, ну получается резерв будет исчерпан в дотяге. Ты просто наверху зависнешь. И плюс еще. Амплитуда суставов. Да. И плюс еще, опять же, потому что так же будут проблемы с равновесием. То есть, чем ближе мы находимся на одной прямой, тем больше мы будем так вот болтаться. То есть, без опоры. То есть, нам нечем будет стабилизировать движение. И плюс, нам придется еще стопы сильнее развернуть, что, опять же, нам не даст нормально стабилизировать движение. Итак, мы приступим далее. У нас два слайда. Амплитуда суставов. Это хорошо. То есть, если мы обращаем на амплитуду суставов, если обращаем на амплитуду повышения снаряда, это фокус. Вот. То есть, как я уже говорил, да, что получается, когда мы подбираем, например, технику, то есть, как подобрать по росту. Никак. Потому что это фактор неопределяющий. И, как я говорил, то, что если взять, например, два спортсмена и фотографию сбоку, то есть, и одеть их в одинаковую одежду, то вы не поймете, то есть, кто какого роста. Вот. То есть, почему так получается? Потому что получается так. Обратно. Слайд. Потому что решающий фактор – это амплитуда в суставах. Вот. А не амплитуда прохождения снаряда. Так как у длинного… У высокого человека, извините, скорбил. Так как у высокого человека мышцы длиннее, чем мышцы длиннее, тем они сильнее. Плюс еще также у длинных мышц легче всегда, то есть, ну, соответственно, если ты выше, то и поперечину легче развить мышечную. Вот. Например, почему, например, бекраме, да, он и выше, и, соответственно, здоровее, да, чем, например, тот же филхит из бодибилдинга. Хотя я за ним не слежу, но, я думаю, они у всех на слуху, и все о них знают. Вот. Вот. Поэтому тут очень важно – это амплитуда в суставах. То есть, амплитуда в суставах в приседе будет одинаковая, если одинаковая антропометрия, да, то есть, пропорции, конечности. В жиме то же самое, потому что, например, прогиб у нас будет компенсировать, да, то есть длина корпуса будет, соответственно, если мы одинаково встанем на мост, если измерим радиус, например, да, вот, то скомпенсирует. Если взять, например, тот же жим Кирилла Сарычева, да, то есть, и смотреть, насколько у него опускается локтевой сустав по отношению к плечевому суставу, то это примерно будет та же техника, например, как и у полутораметрового жимовика. Вот. То есть, получается, амплитуда в суставах, она будет решающая. Вот. И только лишь в тяге, но там не получится так, как, например, в приседе, только лишь по одной маленькой, то есть, по одной маленькой причине, то есть, реально маленький нюанс, и он практически… это глобализация нюансов, то есть, из-за того, что у нас диаметр диска 45 см, соответственно, да, у нас высота грифа будет на уровне 22,5 см. Вот, от пола. И, соответственно, чем выше человек, да, например, взять, например, длину голени, вот, то есть, получается, у человека метр пятьдесят, например, она будет там чуть ниже середины, у двухметрового, соответственно, она будет чуть ниже. Соответственно, так как она будет опущена чуть ниже, то все равно, что, например, будет тянуть спортсмен с метром пятьдесят, например, с ямы, да, например, там, сантиметр, полтора. Вот. И только лишь за счет этого амплитуда в суставах увеличится, но увеличится она чуть-чуть. То есть, полтора сантиметра, если взять, получается, в амплитуде, то она увеличится на чуть-чуть. Вот. Но опять же напоминаю, что длина мышц, она все компенсирует. Вот. То есть, почему стронги, например, высокие всегда в приоритете, да, например, есть. То есть, например, Хаффтер Бьернсом, Брайн Шоу, вот, то есть, они получаются сильнее, им, соответственно, выгоднее их рост. Опять же, то есть, камни атласа брать не буду, потому что, соответственно, их нужно ставить на тумбы, которые высокие. Плюс, чем длиннее руки, тем проще обхватывать также. Вот. То есть, у длин, у высоких людей, почему же не все время хочется сказать-то длинные, у высоких людей, соответственно, есть свои преимущества. Опять же, длинные пальцы, то есть, большая лапа, да, будет, например, вот, что также позволит без проблем держать снаряд. Вот. А у как раз-таки человека с небольшим ростом, соответственно, все же сейчас развивается пропорционально, у него будет ладонь меньше, соответственно, пальцы не так будет сильно охватывать гриф. И, соответственно, у него не получится, например, там тянуть 400, да, например, при росте метра 50, хотя бы лишь только потому, что у него хват не будет держать. Вот. Такие дела, друзья. Попрощу внимание на чат. Ярослав спрашивает, Юра, можно взглянуть на видео с моей тягой, например, и оценить технику. Но скажу для всех, Юрий этим занимается, занимается достаточно часто, тратит на это много времени в рамках онлайн школы Strong by Strong, о которой мы расскажем попозже. А вот Андрей спросил вопрос, Юрий, можешь прокомментировать второй сверху, снизу? Да. Я переделал присед, раньше приседал с углом 45, сейчас не ниже. 80. Потерял треть вес и вернулся в старой технике. Угол между чем и чем, Андрей? Всех, кто в Инстаграм, переходите, здесь в чате есть ссылка. Угол между бедрами. Там мы сможем видеть ваши вопросы. Тут очень важно получается угол между бедрами. То есть одно бедро, второе бедро. Вот если 45 градусов, то это вот так, что легче получается. Коленями вперед. И близко ноги получается недостаточно. Да, обычно там хотя бы 60 градусов, 70 у людей. Как правило. Даже с твоей узкой постановкой такого не получится. Может просто неправильно измерял? А, спину, подожди. Мы вообще про другие. А, спину заваливаем на 45 градусов. Угол опускания в сет, но это, конечно же, что-то не считается. 45 это не приседает. Наверное, не так все-таки не в сет. Мы сможем с этим разобраться, если да. Нам все-таки надо продублировать вопросы. А, вот Андрей записал. Я понял, что он написал. Он спину завалил на 80. В 80 градусов квадрит. Нет, раньше он на 45, сейчас не ниже 80. Слишком вертикально держит спину. А кто сказал, что чем вертикальнее спина, тем лучше? Я сказал, что не ниже 45 градусов. Сильно вертикально. Я же сказал, что амплитуда в тазобедном суставе должна быть больше, чем в коленном. То есть, если ты держишь вертикально спину, либо у тебя постановка ног и ты приседаешь в шапагат. Либо ты приседаешь в колене. Как раз таки. То есть, увеличивая амплитуду в коленном суставе и увеличивая нагрузку на квадрицепс, который сам квадрицепс будет слабее, чем все задние связки. То есть, именно задняя цепь. То есть, с ягодицами задней поверхности бедра. Все логично. То есть, почему у тебя сразу потерялось. Роб Филупс. Филипус. Стоит ли приседать как? Стоит приседать. Жаня, если отвечу, можно за тебя. Но надо приседать так, как подходит тебе под твоей антропометрией. И об этом тоже подробно есть целый модуль от Юры. Не, погоди. Я тебе сейчас о чем говорил? Что есть стандартные фишки, которые работают. А ты видишь антропометрию? В тяге, да. Про антропометрию. То есть, про то, что я сказал. То есть, при любой антропометрии предостаточная гибкость. И, соответственно, нужно будет время, чтобы, получается, наработать технику. Да, соответственно. Чтобы мышцы привыкли мышечной группы к той работе, которая до этого отсутствовала. И потом все сразу получится. Понятно, что кому-то сразу будет легче. Кому-то не легче. Будет некомфортно, но веса будут примерно те же самые. Кто-то откатит по весам. Но это будет временно. Едем дальше. Едем дальше. Про это мы рассказали. Психология. Так, что касается психологии. Тут, в принципе, не будем там что-то мусолить. Потому что, можно сказать, много воды. Просто коротко, по сути скажу. Что самое главное, это не быть девочкой целочкой. Потому что секунд никогда ничего не достигнет. То есть, в первую очередь. То есть, во-первых, бывают люди, которые сидят на тренировках. То есть, как можно бояться, например, нового веса. Например, на приседе. А на тяге так вообще логики непонятно. Потому что в тяге тебя штанга не придает. На приседе хоть придает. Хоть какой-то повод для страха. Если у тебя, например, идет силовой рост. Соответственно, ты выходишь на новый вес. И ты этого боишься. Получается, на хрен ты занимаешься пауэрлифтингом. Если ты боишься собственного прогресса получается. Опять же, это нелогично. То есть, если у тебя идет прогресс. Ты должен радоваться. У меня, наоборот, всегда кураж идет. Например, чем больше вес, тем больше я настроен на него. Далее, что хочется сказать. Что нужно также бояться соревнований. Потому что, иначе тоже, на фига ты на них выступаешь. То есть, соревнования это должен быть праздник, опять же. Это скажет любой опытный спортсмен. Опять же, демонстрация твоей силы. Кто-то уходит на соревнования смех смехом. А кто-то выебнутся. Сейчас я тебе покажу, как надо. Сейчас папа покажет ему. Как говорит Захир Худаяров. Папа будет тебя ебать. И такое бывает. Но опять же, и не нужно быть супергероем. Потому что... И лезть куда не надо. Потому что есть, всегда будет риск травмироваться. Получил травму, откатил назад. То есть, во-первых, потому что ты не сможешь, соответственно, поднимать результат, который ты поднимал без травмы. И, соответственно, хотя бы лишь потому, что нужно снизить нагрузку или вообще ее исключить. С целью, соответственно, лечения травмы. И что происходит далее с твоей психологией? Когда ты откатил. Догадайтесь сами. Тебе не хочется ни хрена. И, соответственно, сразу пошло все в жопу. Если, например, травма, то некоторые думают еще, например, при травме, да нахрен мне надо. Вот потом в старости будет болеть, еще что-то. То есть, получается, люди, боящиеся травмироваться, так же ничего не достигнут. Но это, опять же, не нужно говорить о том, что, как я уже говорил в самом начале, то, что спорт, это в любом случае жертва времени. В каком-то смысле приходится жертвовать здоровьем. Но, блин, не нужно сразу себя загонять. То есть, бывали, например, случаи, что... Вот на соревнованиях тоже, кстати, пример. Это как раз к тому, что нужно всегда быть настроенным на любой результат. То есть, и на любые, скажем так, на любой сценарий нужно быть готовым. То есть, к любому сценарию на соревнованиях. То есть, бывает, например, у каждого, соответственно, есть свои цифры в голове перед соревнованием. То есть, цель присесть 100, например, 300, пожать 200, например, потянуть 320. Вот ты выходишь, например, первый подход у тебя... Несколько развитий событий. Первый подход не зашел. Вот. Сразу думаешь, все, первый подход не зашел, сейчас будет баранка. Начинается паника и баранка. Например, потом первый подход... Другой вариант, например, да. Первый подход зашел, второй подход не зашел, третий подход, соответственно, не зашел. То есть, ты, например, начал 280, закончил 280, у тебя по плану было 300. В сумме собрать 300, 200, 320, это получится 820. Вот. Думаешь, все, все планы посыпались, ты уже расстроился, а жим ты уже вместо того, чтобы пожать 200, уже не пожал 200, пожал там 185. В тяге так вообще приуныл. Вот. И все. Вот. Поэтому это говорит о том, что нужно быть готовым к любому сценарию. То есть, если не пошел присед, нужно обязательно реализоваться в жиме. Не терять настрой, не терять уверенность. В тяге, соответственно, то же самое. В приседе меньше присел, значит, не утомился, больше потянешь. Вот и все. То есть, хотя бы нужно иногда мыслить позитивно. Вот. И бывали такие ситуации тоже, когда, например, человек приседал, потом пошел жать, первый подход не пожал за то, что там его просто майка поломала. Основных подходов он отказался. Я не буду. И все. Вот. Просто я все к чему веду, что психология – это неотъемлемый факт. То есть, спортивная жизнь. Что если ты не владеешь над своими эмоциями, так же, да, тоже, например. Будь то, например, там расстроился, так же не нужно психовать никогда на соревнованиях. Злость и псих – это вообще разные понятия. Потом думал, да я сейчас типа вот разозлился, сейчас пойду и сделаю. Когда-то просто лишь психономно судят, потому что они тебя там не засчитали. Психовать не нужно, нужно просто настроиться спокойно, выйти и показать, то есть с трезвой головой, без всяких там фая-фая и тому подобное, без крика, фороха. Потому что, опять же, все крики – это, опять же, эмоциональный перерасход. И так же перерасход энергетический. Вот. Будь то энергия эмоциональная, будь то энергия, то есть физическая. Как настроиться, злится ли быть спокойным. Вот, как Юрий объяснил, надо оценивать всегда все, что происходит со стороны. Учитесь, знаете, как выйти. Настрой должен быть внутри тебя. Да. То есть, когда человек выходит, а кричит, орет – это больше какой-то искусственный настрой, скажем так. Он думает, что сейчас он покричит и настрой придет. И как он должен прийти за счет крика. Ну, если сам себя испугался, то вышел адреналин, и он помог присесть. Так может быть. Почему? То, что там покричал, это говорит о том, что человек сомневается, надо настроиться, надо собраться. Да, человек не сомневается, он просто спокойно выходит и делает это все. Чем помогает хлопание по трапеции, спине и на шатырь? На стимуляции центральной мирной системе. Просто бывают два ситуации. Ситуация – кого-то простимулирует, он напряжется, у него выделся адреналин от этого. У кого-то может выделиться норадреналина, он испугается, прячется и хватит баранку. В равновесии должно быть, по большому счету. А чтобы было равновесие, что нужно? Опыт, соревновательный опыт. О чем мы говорили в прошлом вебинаре. Циклируйте свою нагрузку относительно соревнований, делайте это все разумно. Да, и не бойтесь выступать, например, когда бывает такое, что подготовка не очень. Бывает такое. По разным причинам. Травмы не дали. То есть, нормально тренироваться. То есть, именно в самом начале подготовки, потом все вроде как стало нормально. Либо там было просто времени мало на подготовку. Либо куча всяких разных нюансов. Просто по себе знаю, что иногда и самая худшая подготовка может вылиться в самый лучший результат. То есть, не нужно этого момента исключать. Бывает такое, что спортсмен готовится, 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 готовится. Понял, что, блин, ну выдаю на соревнованиях, подниму сейчас то же самое. Ну и на хрена. А нифига. То есть, потому что бывают случаи, что ты готовишься, у тебя лучшая форма твоя, а ты показываешь какую-то херню полную. И у меня такое бывало. И даже уж при моем-то опыте соревновательно. Взять, например, тот же USOP. Ну да, были травмы, но сама подготовка прошлогодних к USOP, она была неплохая. Я должен был поднять там что-то в районе тонны 50. Что я поднял? 985 какие-то сраные. Вот и все. Поэтому, даже по-моему, 980. Не нужно бояться соревнований. Это опыт. В первую очередь оценивать это как опыт. Сколько стоит отдыхать от тренировок в году? Да тут, наверное, индивидуальность. Как ты готовил? Нужно от тренировок, а от стартов отдыхать. Сколько стартов, сколько отдыхаешь. Но, как правило, это два раза должно быть. Потому что нужно как-то разглядеть на сезон. Например, там осенний, весенний. То есть, как вариант. И давай уже, наконец, людям расскажем. Потому что ответы на вопросы, как я уже говорил, у нас будет в конце. Если мы сейчас будем отвлекаться, мы задержимся. Это, как я уже говорил, что нам нужно закончить. Давайте двигаемся дальше. Мы в инстаграме много спрашивают, где находится зал. И так далее. Отвечаем, железнодорожная. Железнодорожная, улица Некраса 8А, спортклуб Олимп. Так, переходите лучше сюда. И лучше, если вписываете в навигатор, то именно железнодорожная, не Балашиха. Потому что в Балашихе, потому что железнодорожная относится к Балашихе. Это микрорайон железнодорожного. А в Балашихе есть две улицы Некрасова. Одна это дачные участки. Как правило, туда и уезжает. Потому что когда водят Балашиха, а Некрасова 8А. И, соответственно, нужно вписать железнодорожную. А далее мы переходим к питанию. Так, идем дальше. Следующее у нас питание. Мы на позапрошлом вебинаре разбирали правила распределения продуктов. Очень кратенько. Завтрак это у нас идет в основном сложные углеводы. Рекомендую добавлять чай, очень полезные. Также кунжута. Можно орехи. Кто любит ореховую пасту, чтобы она была без сахара. Да. Я орехи с удовольствием добавляю. Хоть и белки, но орехи. Чтобы каша была слаще фрукты, сухофрукты, ягоды. И в качестве источника белка может быть творог, яйца, сыр. Ну и витамины, если пьете. А мы рекомендуем пить витамины. Редяное масло, если нет противопоказаний. Рыбий жир можно за завтраком. Если вместе в комплексе на ПКТ, то вечером. Чтобы каша была слаще, можно вместо нее съесть шаурму. Кирилл любит шаурму. Да. Кирилл, чтобы сделать шаурму слаще, он заливает энергетикой. Энергетикой. Несмотря на это, Кирилл показывает хорошие результаты. Уже несколько раз приезжал к нам в зал из вип-пакета нашей школы. Но все-таки я, Кирилл, займусь тобой. Постараюсь приучить тебя хотя бы завтракать и ужинать. Почти нереально. Почти нереально. Мы также говорили, что распределение продуктов в идеале идет по процентам. Завтрак, обед, перекус, ужин тоже немного. Но также можно поровну распределять кроме ужина. Обращу внимание, что если вы набираете или поддерживаете вес, то на ужин вы кушаете углеводы. Но это должны быть сложные углеводы. А если нет, то на ужин убираете углеводы. Опять же, при сбрасывании вес есть свои минусы. Сложно удержать там силу, но возможно. И дальше что? Обед. Должен быть всегда полноценным. Должны быть и углеводы, и белки, и жиры, и клетчатка. Перекусы. Если вы неровно распределяете обед и перекусы. Например, мне удобно. Там взял три контейнера с собой. У меня там везде какая-то крупа. Или макароны из цельнозерновой муки. Отдельный контейнер с салатом на весь день. И вот с этим крупой там идет какое-то мясо. Это кратко так. О распределении продуктов. То есть, кушать вы должны минимум три раза в день. А лучше там четыре-пять. По тому принскрину вы поняли теперь, как распределять продукты. Какие когда есть. Давайте посмотрим, как же нам посчитать. Сколько нам надо калорий, белков, жиров, углеводов кушать. Начнем с понятия суточный энергообмен. Который строится из основного мега обмена умноженного на активный метаболизм. Энергообмен это когда вы ничего не делаете. Просто поддерживаете вашу жизнедеятельность. Активный метаболизм включает в себя затрату также на нервную систему, пищеварение и физическую деятельность. Работа и так далее. Все что вы двигаетесь. Дальше опять же можете сделать принскрин. Чтобы было проще. Есть такая формула Харриса Бенедикта. Самая распознаненная. И самая работающая. Да. Самая работающая. Для мужчин и для женщин обратите внимание она разная. Вот. Также обращу ваше внимание то, что можете для интереса сделать принскрин. В 1984 году ученые подумали, подумали и немножко формулу переделали. Учитывая, что люди стали чуть-чуть по другому. Минтинские стандарты изменились. Но по факту мы уже первый поток питания прошел. Там у нас есть табличка по подсчету. Разница там ну 20 килокалорий. Если мне считать там 3,270. А вторая формула на 20. Глобализация ни о чем. Потому что дальше скажу, что надо все индивидуально смотреть. 20 килокалорий это 2 грамма жира. Вот. Поэтому там да, ни о чем. Дальше. Нам нужен будет коэффициент корректировки. Который зависит от процента жира. Так как мы считаем от идеальной массы тела. Данной формулой от 10 до 14 процентов. Вы тоже делаете принскрин. Чтобы понять какой коэффициент корректировки вам применить. Чтобы узнать свой процент жира. Можно воспользоваться биоимпедансом. Можно воспользоваться калиперометрией. Если нет ни такого, ни того, ни другого. Можно воспользоваться данной картинкой. Посмотрите на нее. И оценить свой процент жира. Напишите, пожалуйста, в чат. Какой картинке и сколько процентов жира вы у себя увидели. По сравнению с этими примерами. Пока никто не признался. 8-10. Руслан 8-10. Очень сухой видимо. Круто. Игорь 20. Так. 15. Так. 120. Евгений. 120. Вот. Интересно какое у меня. Я только хочу сказать, что здесь реально 22 процента жира. Не больше ли? Но понимаешь, когда идет большая мышечная масса, там оно чуть по-другому. Потому что для большой мышечной массы 20 процентов жира будет совсем по-другому смотреться. То есть они будут более натянутые и не будет как ничего висеть. У меня в районе 20 процентов жира. У меня так живот не висит. Чиськи тоже. Вот. Я не знаю. У меня процентов жира. У меня процентов жира. Вот. А ей пофи в принципе. И дальше. Вот таблички тоже делайте print screen. Выбираем активный метаболизм по формуле. Самый простой способ. Вот. Выбрать по тому, сколько раз вы тренируетесь. Но учтите, чем больше коэффициент, тем больше калорий вам посчитается. Поэтому не переусердствуйте. Трезво оценивайте ваши тренировки. Да. Я сейчас специально переусердствую. Ты будешь жрать больше, чем надо. Поставят. У меня экстремальная высокоактивность. 2 тренировки. 1,9. Да? Вот. Но в среднем в 1,4-1,5 берем. Нет. А про лервы экстремальная высокоактивность. Да. Есть такое. Так. И дальше все просто. По той формуле посчитали базальный метаболизм. Умножили на активный метаболизм. Вес выбрали относительно коэффициента поправочного. И вот тоже пример. Можете его сфотографировать, чтобы проще было для вас. Исходя из этой формулы Хариса Бенедикта. Вот мы берем мужчину. 24 лет. 24 года. У него 80 кг. Рост 180. Посчитали метаболизм его базальный. 1900 ккал. Умеренно активный образ жизни. Тренируется. Мы взяли его коэффициент активного метаболизма. 155. Умножили. Да. Умножили. Получился основной обмен. Почти 3000 ккал. При таком калораже и том же образе жизни. Этот мужчина будет поддерживать свой вес. Если же хотите набрать, мы можем повышать. Но это повышение не больше, чем на 20 процентов. Или не больше, чем на 500 ккал. У кого и так калораж большой, 20 процентов идет. Цифра меньше, чем 500. Больше, чем 500 мы не повышаем. Если снижаем, то же самое. Не больше 20 процентов снижения цифры. Но при этом сразу скажу, не нужно резко снижать, резко повышать. Пусть изменения будут постепенные. 100 ккал в неделю. И опять же, если долго на чем-то одном стоите, сделайте волну. Не стойте на месте. Поднимитесь вверх. Поднимитесь вниз. Так как организм адаптируется и привыкает. Но это ближе к бодибилдерам. Снижая отправную точку, сколько у вас калорий, обратимся. Как теперь понять, сколько из них белков, жиров, углеводов. Белки достаточно широкая норма для женщин. 1,6 до 1,8. У мужчин от 1,4. Для тех, которые вообще ничего не развиваются, может быть, кто меньше. Тоже 1,2. У женщин может быть 1. Достаточно широкий разброс. И диетологи даже не пришли до сих пор современные к общему мнению. Да. Потому что кто-то говорит, что надо есть два. Например, 1,8 – это самый максимум для мужчин. Да. Даже 1,6, вот Сударев говорит, самый максимум. И он говорил 1,8 – это прямо если это супер-мега-спортсмен какой-то. Вот. Супер-мега-метаболизмом. То есть, если, например, это идет речь, соответственно, о натуральном тренинге. Если, например, фармподдержка там, например, ну, как минимум, наверное, в два раза, да, возрастет. По разу я бы не рисковал бы, конечно, чтобы белка есть. Вот я написал, да, есть там 2,4 и 2 для женщин. Ну, в идеале бы, например, хотя бы там, не знаю, анализы на уровень мочевинности, да. Вот. Если, например, будет высокий показатель, значит, белка переедаем. То есть, если в норме, значит, нормально. То есть, так вот и смотрите. Если, например, там ниже, например, то можно добавить белка. Главное, короче, его не переедать. Ну, недоедать тоже нехорошо будет катаболизм, а переедать будет еще хуже. Недоедать, понятно. Да. Передать тоже, скажем, хорошо. Только от катаболизма никто не помер. От проблем с почками вообще популярная тема будет в последнее время. Вот. Ну, я ем примерно два и два и два. Грамм белка мне так комфортно. Пробовал есть 1,6. При том же колораже заменял эти белки углеводами, естественно, медленными. Результаты стали падать. Внешне, физические, силовые. Честно признаюсь, анализы не сдавал мутор на это. Вот. Для себя выбрал, подобрал таким методом эксперимента. Вот. Самочувствие. Самочувствие, да. Жиры от одного до полутора грамм. Если мы не худеем, не набираем. Если вы бегун, не бегаете, то вы калорий берете больше в углеводах. Жиров вам нужно меньше. Если вы пауэрлифтер и занимаетесь только силовой нагрузкой, то до полутора грамм можете есть жиров. Понятно, что жиры есть не только нужные животные, нужны и растительные. При этом переходить на то, что есть только растительные жиры и есть там куриная грудка, ни в коем случае не нужно. На силовом тренинге у нас большая потребность в гормонах и мы вырабатываем много гормонов, тестостерона того же самого. И для этого нам нужен холестерин, который берется из детального животного жира. Для спортсменов соцпределение 50 на 50 в среднем растительных и животных жиров. Выбрали для себя коэффициент белка, выбрали для себя коэффициент жира исходя из вашего вида деятельности, спорта. И углеводы посчитали по остаточному принципу. Из калорий в суточном энергообмене вышли белки, умноженные на 4, потому что в белках практически 4 ккал жиры, там 8,8,8,9 берем 9 и делим на 4 средства углеводов в калории в углеводах. Получили четко цифру углеводов. Вот в принципе и все. Ничего сложного этого нет. Сразу же внимание, что любая формула есть следствие статистики. Есть индивидуальные особенности организма, которые могут доходить до 15-20% отклонения. Поэтому посчитали, начали соблюдать, если есть такие цели. Смотрите внимательно, что происходит с вашим весом, с вашим процентом жира. И корректируйте. Также повторюсь, не нужно, если вы худеете, слишком сильно убирать углеводы. Это сказывается на уровне ваших гормонов, особенно тестостерона и на организме в целом. Ну и давайте перейдем дальше. Пробежимся по некоторым фактам влияния пищи на уровень тестостерона и других гормонов. Частое всплески уровня сахара в крови приводит к снижению выживки тестостерона. Действительно, ученые проводили исследование, давали мужчинам с нормальным уровнем тестостерона раствор глюкозы и на напряжение двух часов у них уровень тестостерона падал. Поэтому резкое повышение уровня сахара в крови действительно приводит к снижению тестостерона. Вывод какой? Нам нужно есть углеводы не быстрые, с низким гликемическим индексом. При этом в долгосрочной перспективе достаточное количество углеводов приводит к повышению тестостерона. То есть, опять же, каких углеводов? Правильных углеводов. Для нас правильные углеводы, которые достаточно медленные, это продукты, в которых нет сахара, муки высшего сорта. Если вы любите выпечку, вы можете сделать себе вкусную выпечку, например, на сахарозаменители и на обдирной муке из вкус вилла. Сейчас еще добавил. Есть просто быстрые, медленные, простые, сложные, правильные и неправильные. Главное, все говорят об одном и том же, но говорят по-разному. Юра, спасибо за поправку. Мы говорим, что углеводы нам нужны медленные и это хорошо. Хотя есть много споров. Все рекомендуют есть крупу. Я тоже рекомендую есть крупу. Действительно, у крупы гликемический индекс, например, достаточно высокий по отношению к яблоку, но все же намного ниже, чем у сахара и в ней много клетчатки и инсулиновый отклик, который говорит именно о уровне инсулина, то есть гликемический индекс говорит о том, сколько сахара, как быстро он попадает в кровь, а инсулиновый отклик, он есть там и на белки в том числе. В совокупности крупа, короче, это хорошо. Единственное, что нужно обратить внимание, манка, манка это как мука, поэтому не считается. Мы имеем в виду полноценную крупу, цельную. Итак, делаем вывод, избегайте сахара и переработанных углеводов, которые резко повышают уровень сахара в крови. Дальше. Изменения. Инсулиновый отклик на сахарозменитель почти такой же, как сахар, пишет Кирилл. Эти исследования достаточно есть и есть их неопровержение, поэтому вот не соглашусь. Сам лично не производил на себе этих экспериментов, но по опыту скажу, что употребляя сахарозаменители, нет такой отечности, например, как если я съем творог обезжиренный, у которого инсулиновый отклик 120. Инсулиновый отклик 120, это вообще нереально. Поэтому, я думаю, это провокация, эти исследования, это провокация людей, которые производят сахар. И учитывая, что сахарозаменитель ты берешь там 0,01 грамма, а сахар берешь 5 грамм. Вот на это количество, это тот, даже если он выше, то это ни о чем. Итак, изменение баланса между углеводами и протеином, но белковым имеется в пользу протеина, приводит к снижению уровня тестерона по сравнению с высокоуглеводной диетой. Имеется в виду, если мы переходим на чисто белковую диету, даже с жирами, но очень мало углеводов, мало имеется намного ниже нормы, то да, у нас повышается сильно кортизол, а углеводы гасят кортизол. И уровень тестерона падает, кортизол его выбивает. С этим встречаются, в принципе, все, со снижением быстрой потери мышечной массы и потери силовых показателей, кто, например, пытается на белковой диете просушиться без определенной поддержки, извне. И своя гормоналка у него сыплется. И поэтому вывод, чтобы повысить уровень тестерона, необходимо употреблять много углеводов. Естественно, рекомендуется медленные углеводы с низким кемическим индексом. Цельные фрукты, надеюсь, все понимают, что цельные фрукты и свежевырчатый сок, или даже не свежевырчатый сок, это огромная разница, потому что из фрукта убрали клетчатку. Кто-то там говорит, что в шкуре вся фишка. В шкуре вся фишка. Бананы со шкурой. Не пробовал. Кто пробовал, значит, да. Яблоки, яблоки, то, что именно. Яблочные шкурки, типа, все самые полезные. Малыш, вот так он мне говорит. У Малыши не учился, ничего не могу сказать. Да, у нее диеты на 800 килокалорий. И все худеют. Итак, потребление углеводов влияет на спортивную результативность и балансы между тестроном и кортизолом. Действительно, были исследования, которые показали, что при одном и том же колораже, но это похоже на предыдущее, где с белком, заменяем углеводы жирами и белком. И, извините, отвлекся немножко на чат. Отвлекайся. Отвлекайся. Да. Я же говорю, все вопросы у нас в конце. Просто если мы будем отвлекаться, мы тогда не ответим на вопросы. Этот факт похож на предыдущий. Здесь, в принципе, все то же самое. Слишком мало углеводов, кортизол растет, о чем я говорил в прошлом слайде. Тестерон падает. Поэтому углеводы повышают спортивную результативность, улучшают восстановление. Углеводы следует употреблять перед тренировкой, после тренировки и умеренно вечером. Опять же, если мы не сушимся, нам не нужно влез в весовую категорию, небольшое количество углеводов в виде крупы, злаковых, будет очень даже полезно вечерком с мясом и салатом скушать. Бежим дальше. Потребление адекватного количества жира необходимо для производства стестерона. Об этом я говорил до этого, рассказывая, что ни в коем идет и растительным жиром. Вы не замените титарный животный жир, поэтому не нужно есть курогрудки, берите бедра бескожие, например. Не нужно есть филе индейки, берите бедро индейки и так далее. Но опять же, все по формуле, так чтобы вы вкладывались в те КБЖУ, которые вы себе посчитаете. Поэтому не бойтесь жира. Насыщенные жиры предпочтительные, такие как высококачественное мясо, трянового корма, кокосовое масло и пальмовое масло в том числе. Опять же, не только оно, не только животное. Все должно быть в гармонии, о чем мы говорили. Про психологию должно быть в гармонии, питание должно быть в гармонии. Соотношение 50 на 50 растительных и животных жиров – это то, примерно которого нужно придерживаться. В общем, дефицит калорий приводит к снижению уровня тестостерона и потери мышечной массы. Но это понятно. Даже если мы соблюдаем соотношение белки жироуглевода, и у нас калораж слишком низкий, почему я и говорил, что если вам нужно сбросить лишнее, не нужно сразу минус 500 килокалорий от расчетного, двигайтесь по 100, чтобы не было защитной реакции организма. Причем дефицит калорий приведет к снижению уровня тестостерона и потери мышечной массы, но зато при обретении жировой массы. В итоге да. Ученые сравнивают вот это вот снижение активности, тестостерон – это активность при снижении калорийности с тем, что когда человеку в древности где-то плохо жилось, не хватало еды, чтобы он не размножался. А так как точно он будет размножаться, умрет и он, и его питомец. Так и организм, так и организм. Ну вот так и ученые опять же говорят. И я не могу не согласиться, почему нет. Четко сходится. На самом деле на гормональном уровне там все просто. Не хватает того-сего и ничего не вырабатывается. Вот идет защитный функция организма. В принципе и тот, и тот подходит. Поэтому, о чем я уже сказал, избегайте резких ограничений потребления калорий. Ожалейте холодные годы. Не наелись, да. В мире тоже, да. Не мерзнуть. Чем серьезнее ограничение калорий, тем значительнее потери мышечной массы и заметьте снижение уровня мужских гормонов. А Кирилл нам пишет, желание размножаться к тестостерону совсем напрямую не привязанно. Соглашусь, что психология в этом играет огромную роль. Можно иметь достаточно низкий уровень тестостерона, ближе к минимальному. При этом желание будет большое. Но вопрос возможности, насколько они будут большие размножаться, это не тема сегодняшнего вебинара. Поэтому, да, Кирилл, ты прав, но всегда есть свое но. Возможности с низким тестостероном все равно упадут. Безопасность, следующая составляющая нашей формулы успеха, успешного, и восстановление тоже следующая составляющая наша формула успешного успеха. О ней мы поговорим на следующем мастер-классе. Итак, вот она формула секретного секрета успешного успеха. Цель тренировки генетики мы говорили в прошлый раз. Техника психологии питания кратко мы затронули в этот раз. Безопасность восстановления приведет к результату. Мы расскажем в следующий раз. То есть, если мы не будем игнорировать ни один из пунктов, мы всегда достигнем максимально того, на что мы способны. Опять же, если все будет над генетикой вращаться. То есть, если тебе дано, то ты достигнешь высот само собой. Проверяйте информацию. Обязательно применяйте информацию для того, чтобы она отложилась, о чем мы говорили. У нас был вот план, висел. Значит, вот для новичков, вот для следующих и делай его. Только потом, когда уже выполнил кандидата, что-то где-то стало где-то немножко не дитуализироваться. Но вот примерно ты делал, остальные ребят спросят. У меня были проблемы с тренером. Ну вот по большому счету тоже, да. И все. Да там были проблемы вообще. С какой стороны не глянем, но там не тренера, а у нас сплошная проблема. Потом, когда я от него ушел, да, то есть и мне, во-первых, из-за него никакого роста не было. И он меня часто также пытался как-то подавить психологически. Потому что я всегда верил в свои силы, а он там мне не верил. Говорил, нахрен тебе это надо. И куда-то не поедешь, короче, успокойся. И какая тебе Россия. И все тому подобное. Мне нужно, для меня было важно как-то развиваться дальше. Ну, чего все время, ну, то есть нужно в Дальний Восток топтаться. Вот, когда есть более высокие цели. И, соответственно, шел к другому тренеру. Там я уже добился практически всего. Например, если брать какой-нибудь IPF, то есть стал чемпионом мира. Причем по мужикам. То есть в открытых категориях даже не юниор. Вот. И он там стал про меня такую хрень всякую пускать слуху, что типа, а я тогда учился на спортивном контракте. Вот. Сейчас быстренько просто расскажу о наболевшем. Не буду вас грызить. Вот. Стал пускать слух о том, что, получается, я учился на контракте. Но он сказал, что, типа, моя мама не знает, что я на спортивном контракте учусь. Отправляют мне деньги, типа, ежегодно за оплату учебы, типа, и я трачу ее на фарму, короче. Вот эти сто двадцать тысяч, да. Вот. Такая, короче, веселуха в кавычках была. Вот. И не важно то, что это чмо, блин, по-другому не назвать. И пусть он это слышит, блин. Мне вообще насрать. Вот. Главное, а он там всех сажал на фарму, пытался подсадить. И уговаривал то, что надо, надо. Нужно же это, типа, выполнить. У кого была цель выполнить мастера, тогда мастера не выполнишь. Вот. Давай, давай. Подумай, подумай. Все время думал, подумай. Твоё любимое выражение. Тот, кто не слышался, ты подумай. Вот. А мы сейчас двигаемся дальше. Много написано. Практически все это можно в одно соединить. Циклирование, питание, стресс, проблемы с тренером, характером. По большому счету это все знания, нужны знания. Вот. Написано. Работа, загруженность бытовухой. Тоже, согласен, это есть фактор. У нас у всех есть семьи, есть работа и загруженность бытовухой. При этом, обладая необходимым количеством знаний и логикой, можно под свои внешние факторы, которые имеются, построить максимально продуктивный процесс своей тренировки, который поведет к лучшему результату и прогрессу. Начну. Так. Вопрос все про тот же завал кисти при жеме лежа с максимально допустимым 80-ти ватра хватом или чуть меньше. Каким спортсменам он выгоден? Каким спортсменам выгоден хват без завала кисти с максимально широким хватом или чуть хуже? Ну и вообще, завал кисти, он, блин, как ни крути, он выгоден. Вот. Только, если ты, получается, разводишь локти в сторону, тогда да. То есть, получается, завал кисти, он особо не имеет смысла. Вот. Но при максимальном разденье локти в сторону, как я уже говорил, да, во время эфира, то, что это травмоопасно. Причем, во-первых, травмоопасно для плечевого сустава и во-вторых, для грудной мышцы. Вот. Только вот именно в случае техники, соответственно. Далее, подсобные упражнения для тяги, такие как наклоны стоя и сидя, тяга требрифа, тяга на реверсивных резинах, не в резины, не в верю требриф, вообще другая специфика. Эффективны ли они по шейку? Они вроде и есть. Заранее спасибо за ответ. Так, наклоны стоя, я их не рекомендую. Вообще фитнес не рекомендуется, так как они очень травмоопасны. По механике, например, мертвая тяга. Все время одни и те же вопросы на самом деле, да, каждый раз. Если бы люди, получается, приходили на мастер-классы, уже бы у вас никаких вопросов реально не оставалось. Вот. По механике, получается, мертвая тяга очень похожа с наклонами стоя, даже почти то же самое. Только мертвой тяги у тебя риск травмироваться намного ниже, потому что, видишь, хотя бы только потому, что штанги не над тобой находятся, а в руках. То есть в случае чего ты сюда его можешь бросить? Вот. То есть в случае неподъемности, утомления и тому подобное. Вот. Поэтому наклон отпадает. Тяга треборифа просто по механике не сходится. Поэтому, то есть по принципу специфичности она вылетает. Также тяга на реверсивных резинах. Реверсивные резины для улучшения, получается, по идее, должна быть до тяга. А до тяг, ровная спина, до тяг есть. Поэтому логики нет. Далее для наработки скорости. Если реверсивные резины, то скорость можно нарабатывать во время разминки на небольших весах. То есть с максимально быстрой скоростью, соответственно, выжимать, тянуть, либо, соответственно, вставать во время приседа. Так. Просили задать вопрос. Где покупали красное трико «Титан», в котором тянули? А, я его не покупал, но мне досталось на халяву. Вот Станислава. Как раз таки. Оно у меня… Оно у него было еще, хрен пойми, с каких годов. Я его покупал, помню, мне кажется, у Юлии за уголовой. А тогда мы занимались вместе с ней в МАИ. Да. У нее был выход. Там и бинты, и всю экипировку. В принципе, у нее и брали. А это был, наверное, 2005 год. Угу. Сейчас надо посмотреть еще. Так. Что там, да? Следующий вопрос. Тяга. Если в касании или каждый раз как первый, что лучше и почему? Каждый раз как первый. Принцип специфичности, опять же. Блин. По-моему, вопрос вообще… Ставьте и жмите каждый раз как первый. С логичным ответом. Да. Каждый раз должен быть как первый. Чтобы был срыв, надо все время срывать. Тут по-другому ничего не скажешь. Что там по времени? Дальше пополню. Тогда давай побыстрее пойдем. Вот. Так. Далее. У кого не получается подсесть и тянет всегда спиной. Что лучше делать для исправления такой техники? Как ты думаешь? Еще раз. У кого не получается подсесть и тянет одной спиной. Что лучше делать для исправления такой техники? А. Не получается подсесть? А подсесть по какой причине не получается? По причине нехватки гибкости? Скорее всего. Какие еще варианты? Только тянуться, значит. Что делать? Чтобы увеличить гибкость, что можно делать? Что же с вашим логическим мышлением, ребята? Так. Тут как раз таки к тому я говорю, потому что люди привыкли уже ко всему готовому и не хотят даже хоть как-то ничего. Кто там приходит, те уже учатся. Так. Далее. Как относитесь к предтреникам? Зло ли это? Зло. Я считаю. Потому что любая стимуляция центральной нервной системы это внутренний ресурс расходует. Не дает восстанавливаться. Есть адаптогены. Работают мягко. Не так сильно, конечно. Надо их долгое время применять, но накапливают. Они накапливают. Предтрены истощают. Так. Программу Шейко не изучал. И даже если бы что-то там негативное было бы к этому всему, нахрен срач разводить. Засрать кого-то это я считаю сейчас самое элементарное. Больше всего. Да. Пусть это делают всякие диванные эксперты ВКонтакте. То, что они в принципе как право всегда и делают. Сколько тяг и приседов в неделю нужно для соревнующихся КМС. Никогда не важно. Даже КМС, МС или МСМК. Присед до одной тяги в неделю будет достаточно. Нужна ли такая подсобка в виде приседа на груди пауэрлифтера. В случае если можно в принципе заменить фронтальный присед со штангой с высоким положением грифа получается на трапеции. Вот. С целью соответственно смещения нагрузки на квадрицепс. Вот. Если штанга уже изначально стоит на трапеции, тогда будет фронталка. Да. В принципе можно ее поделать. То есть с целью усиления квадрицепса. Делать можно, но прям высоких ставок каких-то на эту подсобку не делайте. Лучше просто больше объема сделать присед. Так. Правда ли, что подсобка, жим под углом совершенно бесполезен к пауэллитинге? Да. Так и есть. Особенно если под положительным углом, например. То есть наклонка, да, у тебя голубой вверх, а не голубой вниз. Да. Тут вообще никакого смысла нет. Лучшая подсобка для жимовика это жим стоя со штангой с груди. Стоя для жим штанги стоя. Лучшая подсобка для жимовика это вообще даже к жиму стоя никак не относится хоть за головы, хоть там ее и не знаю откуда жми. Жим стоя вообще никогда не будет подсобкой. Никогда. Потому что нет никакого влияния жима стоя к жиму лежа. Я может прогрессировать в жиме стоя, но в жиме лежа, когда я его не делал, не знаю никогда в жизни. Часто встречается вообще такая ситуация, что жим стоя прогрессирует, а жим лежа наоборот упал. Да, мышцы по разному задействуются и вообще механика другая. Жим стоя это разгибание, а жим лежа должно быть больше приведения. Опять же, то есть плоскостная работа разная. Опять же, стоя лежа это уже говорит о том, что вообще степени растяжения при сокращении тоже разные. Далее, стоит ли жать широко с короткими руками? Тут как раз таки надо смотреть на практике в первую очередь. У кого грудная работает. Потому что если грудная работает не очень, то широко с короткими руками будет жать не очень выгодно. Только вовлекайте в перерастяжение. Юрий, расскажите по поводу подводки к соревнованиям. Намерясь выступить с другом, у нас лето апреля, в лобни, массаж нужен. Массаж лучше вообще исключать накануне соревнований. И вообще какие-то всякие воздействия кинезиолога и тому подобное. Нужно просто уже грамотно разгрузиться, снизить соответственно веса. Именно за счет этого отдыхать, не за счет массажей, отдыха в клубе или еще где-то. И снижать нагрузку нужно месяц за 2,5 недели. Спасибо за ваше внимание. Скажите, пожалуйста, если брать подготовку к соревнованиям по тройке. В какой день по интенсивности тяжелые легкие стоит ставить подсобные упражнения? Или присед с чемом? Ревестированной резиной. Ревестированной резиной я уже ответил. Соответственно, в начале недели, в начале микроцикла должны быть тяжелые тренировки. Вот, например, приседа. То есть, тяжелая тренировка приседа должна быть до тяжелой тренировки тяги. Это лучший вопрос на ОНСС. Блин, я могу тяжело приседать, после тяжелой тренировки тяги у меня привода отваливаются. Ну, конечно. Потому что сначала делать тяжелый присед, а потом делать тяжелую тягу. Вот. И потом, соответственно, уже там легкий, как вы называете, хотя легких приседов быть не должно, потому что усредненное более-менее, более многоповторное. Вот. И, соответственно, нажмешь вместе с приседом в день тяги. Ну, тут жать как бы не обязательно. Если там какая-нибудь девочка легковес, то можно еще три тяжи выключить в тренировку. Так. Как быстро слить воду перед соревнованиями? Законными способами. Неприди, блин. Сколько килограммов у меня есть в виду интересно. Да. Если мочегонными сливать, там ничего не поднимет потом. Это незаконный способ. Незаконный. Неприди, блин. Неприди, блин. Вообще лучше не гонять многовес, если ты выступаешь в IPF, потому что это ничем хорошим не закончится. Как правило, закончатся травмы. Более связка к длинной, большой, криводящей, притягив сумму более 75% пытаться привыкнуть к меньшей инвесции. Приводить полусумму, полутягу или тянуть с больших плинтов. Плинты только нужны в том случае, если наоборот не получается ни стартового положения, если она округляется, как я советовал в мастер-классах, которые были ранее. Далее, есть смысл поставить и проводить ноги поуже, но нужно тянуться и привыкать все-таки к весам. То есть более работать объемно какое-то время с меньшими весами. А потом приводами все равно привыкают к работе и все становится нормально. наоборот. Так, заключительная тяга перед соревнованиями. Сколько в процентах надо отработать тренировку и на сколько повторов? Да откуда я знаю, какая у тебя заключительная тренировка в тяге? То есть когда она будет, за сколько недель? Люди, когда пишите вопросы, пожалуйста, посерьезнее к этому относитесь, что ли. Как заключительная тяга перед соревнованиями, да? Ты скажи, за какой период, например, идет там проходка? За 9-10 дней до соревнований можно подняться до стартового запланированного подхода в тяге. Вот. То есть вот так вот. А у кого как, все по-разному делают, кто-то уже 2 недели не тянет перед соревнованиями, кто-то неделю, кто-то там тянет до последнего дня. То есть как, здесь процент всегда будет разный, само собой. Так, на последний вопрос, который я отвечаю, Станин Слав еще может подвечать по вопросам какой-нибудь реабилитации. Мне нужно срочно уезжать. И так что поддай мне соревнования. Юрий. Так. Я хочу пройти обучение. Так, это не то, значит, вопрос по обучению. Юрий, в каком формате ты работаешь с группой? Не то. Господи, еще и вопрос не могу найти. Так. Очень... Очень интересно ваше мнение. Ладно. Двенадцати и шестнадцати недельных планов составленных по традициям старой советской школы. Ну, смотрите. Двенадцати, шестнадцать недель, да? Двенадцать недель – это три месяца. Двенадцать недель – это три с половиной месяца. В принципе, нормальная подготовка столько должна идти. То есть до четырех месяцев в идеале. То есть если ее распределить на... То есть сейчас проциклировать все. Вот. Сначала получается там на фундамент там поработать. Потом объем на силовой цикл поделать. Потом на выход на пик силы. Разгрузка. Вот тебе и получится. То есть это, в принципе, все нормально почитано. Даже двенадцать недель – это даже немного маловато. Вот шестнадцать – держи к истине. И я с вами всеми прощаюсь. Мне очень нужно бежать. Станис Пашин еще полистает вопросы из каких-то... Ну, я вот так... ...как касается реабилитации. Он может ответить. Пока не увидел про реабилитацию, Юрий, можешь идти. Если тоже скоро пойду, еще немножко отвечу. Юрий, я хочу пройти обучение, но одного не пойму. Вас много спрашивали о разных программах и подходах тренировок. Но вы постоянно отвечаете, что не знаете, потому что так не тренировались. Отвечу за Юрия. Многие методики Юрий, конечно же, в курсе их смотрел, как-то изучал и так далее. Но вот здесь онлайн говорить там, это хрень, это не работает, потому что это некрасиво. Поэтому, ну, проще сказать, я это не знаю. Это непрофессионально. Это непрофессионально, да. То есть, проще сказать, вот это работает, потому что и мы вам советуем это это, чем про другие школы рассказывать. В других школах есть свои товарищи, им спрашиваете, вот говорите, вот мы у Юрия учились, вот он сказал так, потому что, а вы говорите вот так, обоснуйте. И вот и сравнивайте обоснования. Всегда, если есть аргументы, а у нас всегда есть аргументы, то там и есть истина. Как сбросить лишний вес и при этом не сильно растирать в сухой массе? И словам показать ли, без фармы. Как сбросить лишний вес? Это надо просто делать за благовременно до соревнований, если вы к ним сбрасываете лишний вес. А если не к ним сбрасываете лишний вес, а просто вот есть такая цель, потихоньку от него избавляться, но не терять, а вот спрогрессировать силы. Первое, четко соблюдать питание. Абсолютно четко, прямо по часам. За вечером уже знать, что вы будете есть на следующий день. Еще идеально, чтобы утром у вас уже были все контейнеры собраны. Рассчитать питание, исходя из формулы, сделать себе небольшой дефицит калорий, иногда делать небольшие ямы, иногда возвращаться в норму или даже чуть выше, чтобы организм не привыкал. То есть, применять метод зигзага. Вот, в принципе, как это делать. То есть, идеально следить за питанием, потихонечку все придет в норму, и силы падать не будет. Просто не нужно закладывать большого дефицита и не нужно доставить об одном. Но, естественно, на одном и том же питании делайте зигзаги. Когда вес начинает падать, жировой, естественно, потребность калорий меняется, пересчитывайте. И мышечная масса может тоже измениться. Понятно, рассчитывать без фармы при снижении жирового компонента на повышение роста мышечной массы достаточно сложно. Для опытного спортсмена, а у новичков это хорошо получается. Если спортсмен-новичок еще далеко от своего предела по развитию мышц, да, у него может быть действительно вот так одновременно и катаболизм жировой массы, и анаболизм мышечной массы. Вот при очень четком подходе к питанию. И, 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 ну, больше тут раз в полгода сдаю анализы на гормоны тестостерона и страдиолокортизола в норме. А пролоксин постоянно подскакивает, что приходится оглушить таблетками. От чего это может быть? От чего это может быть, может ответить или врач-эндокринолог, или хороший кинезиолог, который посмотрит, что у вас там не так. Кинезиолог всегда в хорошем виде намного больше связей внутри вашего организма, чем врач. Потому что врач, он как-то вот в основном локально ко всему подходит и взаимосвязи между соседними областями, как правило, не видит. Гоняю вес, через месяц соревнования, вешиваю 87, хочу выступить 82,5. Как питаться? Что резать? Угли или белок? Ну, за месяц потерять чисто жировой массы с 87 до 82, 400 кг, не потеряя силу, очень проблематично. 4 кг чистого жира за месяц не сгорит. Можно очень просто посчитать. Считаем, что жир у нас не чистый в организме, с процентом воды каким-то. И считаем, что килограмм жира – это не 9000 ккал. Да, 7000 ккал. 4 умножаем на 7, 28000 ккал – это 4 кг нашего человеческого жира получается. Ну и вот это почти по 1000 ккал в месяц дефицита должно быть. И мы понимаем, что при таком дефиците все нахрен посыпется. И погорят не только жира, а больше всего мышцы. Поэтому никак не влезть в 82 без потери и без применения чего-либо. Особенно, если спортсмены уже опытные. Масса там развита сильно. Если там опять же очень много лишнего. Ну, 87 – это даже не такой рост, тогда не очень высокий, чтобы было много лишнего. Я не думаю, что там столько лишнего при весе 87, чтобы рассчитывать на безболезненную потерю 4,5 кг веса. И это было не жир. Боли в связках длинной и большой приводящей при тяге всего более 70%. Пытался привыкнуть с меньшим весом, переводить полу-сему полутягу или тянуть больших кистов в более связках длинной и большой приводящей. Надо посмотреть, первое, про амплитуду, хватает ли амплитуды. А второе, все ли мышцы включаются, какие там углы. То есть, боль может быть. Мы можем чувствовать, что в связках или не связках как при гипотонической мышце, так при том, что она в гипертонусе. Гипертонус приводящих может быть много причин. Одна из которых, например, если хуже работают ягодичные и задние бедро, то приводящие могут войти в гипертонус. Поэтому, однозначного ответа нет. Но, в любом случае, первое – растяжка для восстановления и полноценной амплитуды. А второе – анализ мышц ног, мышц бедер, на их включение, на их симметрию приведет к этому, к ответу на вопрос, что же делать. То есть, может быть, нехватка работы ягодиц, нужно с ними отдельно поработать. Может, не хватает задних бедра и так далее. Вот. На этом, в принципе, мы заканчиваем ответы на вопросы. Закрываем эту вкладочку. Секундочку. Закрываем вкладку. Вот. Мы закончили презентацию онлайн-школы «Строгбастронг». Ответили на большинство ваших вопросов. Спасибо вам большое за внимание. Если вам понравилось, пишите «Да». Кому не понравилось, я смотрю, уже ушли. Ждем вас в онлайн-школе, которая стартует 23-го числа. Предыдущий семинар-запись есть для тех, кто был на предыдущем семинаре. Борис, правильно я говорю? Ну, вот. Поэтому не пропускайте. Спасибо вам за то, что потратили время, за то, что выслушали нас, были с нами. До новых встреч и всем хороших результатов. Спасибо вам, ребята. Я отключаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok